Всем привет друзья и гости канала! Несмотря на то, что у нас с вами транспортный коллапс наметился, городок наш все-таки развивается. И да, насчет транспортного коллапса, вот смотрите, берем на примере вот этот вот перекресток, вы видите, да, что коллапс может быть, какая-нибудь пробка может даже начаться с каких-то трех-четырех десятков автомобилей. Вот почему вот эти вот здесь стояли, вот здесь вот выезжают. Вот этот вот заблокировал. Хорошо, почему остальные не едут на второй или на третью полосу? Вот этот вот заблокировал. Короче говоря, теперь эти вот заблокировали вот этих. Вы видите, что пробки здесь просто на пустом месте возникают. И я начал было, как вы помните, в прошлой серии озаботился вот здесь вот прокладыванием дороги вот сюда, через весь наш микрорайон. Но теперь я понял, что нет никакого смысла сейчас здесь все ломать. Все равно будут пробки. Мы только что с вами увидели пример вот этого перекрестка. Шире дорога уже некуда, как говорится. Шире дорогу просто нельзя сделать. И все равно здесь были пробки. Как, впрочем, скажем, вот и здесь. Пустой абсолютно перекресток, но езжайте, кому нужно. Почему вот здесь? Вот эти заблокировали. Короче говоря, пробки в этой игре это настоящий бич. Бич игры. И, к сожалению, нет возможности, никакой возможности делать вот такие вот эстакады. То есть в ручном режиме я бы хотел сделать, скажем, не перекресток еще какой-нибудь, а сделать эстакаду, чтобы через вот эту вот дорогу, пересделать ее и провести, скажем, вот сюда. Ух ты, какая красота. Вы только взгляните. Да это получше фейерверка будет. Так, это нужно обождать. Я не хочу пропускать такую прелесть. Круто. Ну-ка, давайте. Чуть ускоримся. Взглянем. Супер. Супер. Сгорело предприятие. Ну и фиг с ним. На его месте еще одно построится. Еще одно и даже лучше, чем то, которое было. Возможно, не так быстро они будут гореть. Да, но единственное, что хотелось сделать по поводу этих самых пробок. Так, у нас опять советник, наверное, говорит, что свалка наполовину занята. И мы с вами видели, что ничего подобного. Свалка даже не то, что наполовину занята, она совершенно пуста. Совершенно пуста свалка. Но, тем не менее, нас продолжают с вами троллить. И рассказывают, что свалка наполовину занята. И буквально каждые пять минут нам будут это говорить. Как и с налогами. Окей, ладно. Хотите расширить колледж? Не хочу. Смотрим, у нас тут вместо одного большого завода строится два мелких. Ну что ж, это даже неплохо. Это даже неплохо. Вот здесь у нас вторсырье поступило. Кое-как центр по переработке отходов наш действует. Здесь у нас уже все продали. Просто здорово. Да, так вот. Я хотел, во-первых, у нас есть с вами дирижабли, да? И там было сказано... О, уже 20 туристов приезжает. Там было сказано, что если мы с вами поставим специальную мачту для этих самых дирижаблей, так, вид транспорта, да, кажется, она вот здесь берется, то рабочие из соседних регионов будут прилетать прям на дирижаблях и не будут вот здесь вот пробки нам организовать. Хотя, вот вы видите, да, у нас тут абсолютно... Если, скажем, в прошлой нашей игре вот здесь вот основные были пробки, то теперь пробки у нас где-нибудь в другом месте. Ну вот они. Вот они, собственно, эти пробки. Как мы видим, стоят они, опять же, просто в пустую стоят. Никто не хочет проезжать. Непонятно, почему они стоят. Но в любом случае, мы с вами сейчас будем разгружать хотя бы тех рабочих, которые приезжают к нам из других регионов. И поставим мы вот такую вот штуку. Несмотря на то, что у нас 45 тысяч всего, минус 620 час, я думаю, что... Так, 300 долларов минус тоже идет. Все равно мы ее с вами поставим. Так, здесь у нас, возможно, будут какие-то расширения. А где мы можем с вами так ее поставить? Ну вот здесь неплохо, да? Но с другой стороны тут у нас будут... Нам бы вроде бы как и слишком далеко тоже не хотелось бы ставить. Здесь мы совершенно... Тут у нас будет завод. Кстати, мы можем вместо вот этого предприятия. Но все-таки не хотелось бы предприятия. Пускай же будет. Давайте пока что мы временно, как говорится, поставим вот здесь. Как-нибудь вот так. Рабочие покупатели из пригородов готовы отправиться в город Лаки-Пойнт, поскольку мэр открывает швартовую мачту. Песок сквозь пальцы. Да, потратьте. Мы с вами потратили. И теперь вот еще один у нас... Суперкрутой аэростат стоит. Красного цвета. Это тот красный цвет. Помните, я вам говорил, что я видел пролетающие вот такие вот дирижабли. Красные. Оказывается, это такие дирижабли возят, как мы уже знаем, покупатели и рабочих. Ну вот отлично. Пускай вот сюда приезжают. Смотрите. На заводы, на фабрики, в институты. Короче говоря, красота. Так, и я хотел немножко апгрейдить наши остановки. Вернее, не сколько апгрейдить, а уменьшить их количество. Слишком много этих остановок. Я имею ввиду трамвайных. Да. Мы это сносим. Во-первых, мы с вами уменьшим количество этих остановок. И таким образом быстрее будут у нас трамваи кататься туда-сюда. Дело в том, что вот эти вот остановки, по крайней мере, вот здесь, я не вижу никакого смысла в них. Мы с вами поставили их, но, к сожалению, тут пока никто не живет особо. Пускай трамваи быстрее у нас работают между вот этими вот. Между вот этой вот остановкой, которая здесь находится. В начале нашего города. 212 день. И той, которая на заводе находится. Вот пускай между этими двумя они и мечутся, собственно говоря. Так, тут у нас, давайте взглянем, три трамвая. 375 баксов. В час с нас снимают. Минус 606 сейчас у нас идет. И, кстати, тут я смотрел, что у нас 0 мегаватт излишков. Просто здорово. Просто здорово. И я решил, что вот у нас пока 40 тысяч человек. Я пока что не вижу смысла повышать количество жителей. Мы постепенно с вами разгребем, так скажем, все проблемы, которые у нас накопились и появились. Потом уже будем повышать количество жителей, так как известно, чем больше жителей, тем больше проблем. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Как говорил товарищ Сталин. Лечение одного пациента. Вот есть ли смысл лечить одного пациента и платить 800 долларов в час? Я не вижу пока никакого смысла, поэтому мы закрываем эту лавочку. В принципе, вот эта вот наша клиника справилась бы, конечно же, со всеми пациентами, которые есть. Вы видите, да? Три человека. Если бы не было пробок, конечно же, да, вот эти вот пробки, это настоящий кошмар любого мэра. Из-за этих пробок все проблемы абсолютно. И мусор мы с вами не можем собрать, и пожарные не могут доехать, и пациенты дохнут по пути в больницу. Короче говоря, все проблемы из-за этих пробок. Так, давайте взглянем, что тут у нас с пожаркой, с этой. Готовность к тушению пожаров. Потушенные пожары 5 штук в день. Пожарные машины 3 штуки. 3 штуки, и, пожалуй, мы с вами сейчас одну вот эту уберем. Достаточно. Пока что, я думаю, вот такого вот. Хватит им вот сюда приехать. Я думаю, одного автомобиля вполне достаточно. Да, как говорится, ломать не строить. Мы с вами в прошлой серии все строили, теперь все ломаем. Так, и вы видите, что я тут... Вот дорога здесь у нас была вот с этой стороны. И тут у нас опять же начали накапливаться автомобили. Поэтому я решил вот этот вот кусок убрать. Просто убрать отсюда. И вместо него вот тут домик построился. Вот такой вот красивый. И вот еще какой-то строится. У нас 40 тысяч плюс 13 долларов в час пошло. Короче говоря, жизнь постепенно налаживается. И смотрите, пробки сами собой как-то рассосались, как-то автоматически. Но я, конечно же, понимаю, что только 6 утра. 6 утра и у нас, собственно, мы должны будем с вами чуть-чуть собрать денег для того, чтобы поменять маршрутный парк на автомобили, на автобусный парк. Автобусный парк, который будет у нас с вами возить каждый автобус 80 человек. Так, а пока, я думаю, мы проапгрейдим с вами вот эти вот дороги. Но все-таки две полосы для такого промышленного района это маловато. Маловато будет. Как минимум сделаем со средней плотностью. Ну и тут вот вроде бы как, смотрите, да, тут... Ну негде здесь толпиться. И все же... Все же у нас тут пробочка организуется в основном вот из-за того, что здесь у нас дорога. С низкой плотностью была. Ну и тут они выезжают на вот такой вот широченный проспект. И все равно могут толпиться вот здесь вот. И это не запросто. Здесь тоже делаем со средней плотностью. Вот здесь тоже подъезд. Сюда тоже делаем. 208. Мы уже с вами все растратили, что могли. Но у нас вот супер доход. 37 баксов. Это вам не фигня. Ну что же, нам только остается одно. Да, я покупаю электроэнергию 6 мегаватт. Нам только остается одно смотреть, как городок наш проживает. И я что-то не вижу, чтобы вот этот вот дирижабль заработал. Выглядит, конечно, он здоровски, красиво. На данный момент ожидают 20 человек, местные пассажиры 0, туристы 1830 день. Но это с тем, вот с этим дирижаблем. Но зато минус 700 в час. Как-то слабо народ пользуется, откровенно говоря, этими самыми дирижаблями. Мягко говоря. Так, давайте вот этот вот. Ты кто такой? Практика дзен и искусство ухода за дирижаблями. Хорошо, это рабочий, понятно. Это тоже похож. Обеспечение безопасности движения дирижабля. Да какого движения? Стояние. Обеспечение безопасности стояния этого дирижабля. Ладно, мы с вами еще немножко посмотрим. Если он будет стоять еще как минимум сутки, придется его пока что прикрыть. Ну вот этот вот туристов к нам привозит 1830. И у нас, о, вот он приземляется. 22 туриста из 400. Ну да, у нас тут пока смотреть не на что. Разве что вот приезжать и смотреть на пробки. Это я и сам люблю посмотреть. Да. Да, так вот. У нас появилась возможность кто-то из мэров соседних городов. То ли вот этот, то ли вот тот, то ли еще следующий. Короче говоря, построили министерство туризма. И у нас появилась возможность, в принципе, возможность потом сделать где-нибудь здесь какой-нибудь туристический объект. И туристы к нам попрут просто нереально. Так, тут у нас строительство. Это хорошо. Здесь у нас тоже что-то строится. Стоило только дороги чуть-чуть расширить. Компания «Скользкая дверная ручка». Миттехфэкторы. Мда. Вот делают на вот таких вот компаниях скользкие дверные ручки, а потом мы с вами не успеваем травмированных свозить. В поликлинике. И в больнице. Что у нас тут работает? Работает. Работает. Здорово. 8 тонн сплавов и 704 тонны ящиков. 16 автомобилей у нас с вами здесь вкалывают. И 3 автомобиля, которые, в принципе, вот сюда должны были бы перевозить. Но вы видите, что они слишком много этих самых автомобилей, поэтому я думаю, что нам нужно слегка уменьшить их количество. нам совершенно не нужно 3 автомобиля. Это какие у нас? Вот они, да? Вот такие, кажется. Да, эти вот с дыркой со стороны. А такие вот автомобили, которые ресурсы перевозят, уже готовые. Без дырки, поэтому мы сносим. И таким образом у нас появится вот так вот. плюс 200 долларов в час. Пока что будем с вами экономить. Экономить и смотреть. Где еще можно сэкономить? 700 в час, 8 человек, 12 человек, 13 человек, 0 человек. Не понял, куда они делись? Дирижабль вроде бы как стоит на месте. Не взлетал, и тем не менее, наверное, просто не дождались, я так подозреваю. 55 минут. Короче говоря, все это дело красиво, конечно же. Чуть попозже мы с вами все это дело запустим. Сейчас самое главное посмотреть, как у нас утрясется вот эта вот проблема. Притом сама я абсолютно ничего не собираюсь делать. Как сама она организовалась, так она, я уверен, сама и как-нибудь растрясется. Буквально любой перекресток, даже вот этот вот пустынный в начале серии вы видели, да? На любом перекрестке у нас с вами начинаются проблемы. Пробки и проблемы. Так, ладно, 3000 у нас 4000, 1300 в час. Это у нас какое-то предприятие, наверное, заработало. Кучу денег нам дают. Да, вот предприятие по чуть-чуть. конечно же, больше всего желая и коммерческое нам дают и постоянно требуют снизить налоги. Хотя 12%, но мы с вами знаем. Дело в том, что в прошлом летсплее вы знаете, что у меня были минимальные налоги 9% и все равно жаловались, что очень большие налоги. Снизьте налоги. поэтому как-то я на это вообще внимания не обращаю. Тут у нас все стоят. Отлично, пускай стоят. По крайней мере в пробках возможно самообразованием занимаются. Кроссворды решают, например. Или в интернете сидят, или еще что-нибудь хорошее делают. Так, вот у нас здание отстроилось. Отсюда у нас еще пробки организуются. Местные учащиеся ездят в школы в город Низина Бертона. Да, и тут у нас склад заполнен. Только нам стоило снести пару автомобилей и сразу же склад заполнился. Но я думаю, что так, ну пока что у нас сплавы делаются. По идее должен один автомобиль вот отсюда, да? Свозить все вот сюда. Здесь, как мы уже с вами говорили, вот он привез только что. И все пошло. Короче говоря, нет никакого смысла держать три автомобиля. так как тут буквально двести метров от завода к складу. Производство остановлено. Втор сырья нет. Свалка мусора, но нет тут ничего. Загрязнения воздуха нет, мусора нет. И свалка долины Гарднера больше не может принимать мусор. Да, кстати, нам действительно помогают мусорвозы из других городов. 990 из 2000 баков утильсырья. Но это опять же все из-за того, что у нас тут пробки с вами. Автомобили просто не могут добраться. Вот здесь вот где они могут, здесь они собирают, и здесь проблем нет никаких. А вот здесь конечно же есть некоторые. Но нельзя сказать, что слишком большие, да? Нельзя сказать, что город наш прям слишком уж загажен. Окей, и у нас с вами появилось 100000 плюс 2000 дохода, и это красота. Так, и мы с вами можем что-нибудь сделать интересное. Ну, во-первых, тут нам что говорят здание сгорело дотла? Один, три из четырех потушено, то есть справляются наши. Нет, никакого смысла еще делать. Или открывать дополнительный гараж. здесь вообще вот смотрите, две пожарные машины, два пожара в день они потушили, сидят себе, чем-то непонятным занимаются. Это что у нас хотят? Министерство финансов, да? Спад экономики отрицательно сказывается на городе, сделайте что-нибудь. И что же я могу сделать? Поставьте больше рабочих мест, предоставьте больше жилья, а вот фиг вам, больше жилья не буду делать, по крайней мере пока. Больше жилья, больше пробок. И кстати, чем больше народа, тем как-то у нас меньше денег в бюджете получается, я даже не знаю за счет чего. Вы помните, у нас было там 20 тысяч кажется народа, и мы с вами получали 5 тысяч с лишним. больше народа, больше смертей, больше болезней, больше пожаров. Короче говоря, как-то так получается, что, ну вы знаете, если смотрели первый сезон, так скажем, наш первый городок, я решил остановиться на 75 тысячах человек в городе. Это оптимальная цифра с моей точки зрения. Во-первых, у нас в бюджет постоянные поступления были, мы с вами закончили с миллионным бюджетом, с миллионами, никогда не были банкротом. И все жители были довольны и счастливы, несмотря на то, что их всего 70 тысяч человек. Всего нам там хватало. Вот так я и здесь, наверное, думаю сделать. Какой смысл в 500 тысячах человек, если мы с вами будем постоянно сталкиваться с проблемами. Но, как говорится, мы не будем загадывать, посмотрим еще. Может быть, разгребемся? Если разгребемся, то тогда возможно что-то и сделаем. Окей, 2800 час, это здорово. Предприятия у нас отстроились и заработали. Вот насчет предприятий я согласен. Вот давайте взглянем, смотрите, у нас промышленный спрос, ну и жилого спроса чуть-чуть. Зато коммерческого спроса нет, у нас коммерции полным-полно. Вот промышленности мы буквально немножко с вами можем сделать. Вот здесь мы не сделаем, так как тут нам нужны вот эти вот места, а вот сюда вот пожалуй я могу вполне поставить ну вот один завод, в принципе, потом я думаю построится. Что за крики? Опять горит. Да здесь просто какое-то заколдованное какое-то место. Постоянно вот это предприятие стоит ему хоть чуть-чуть, вы видите, да? А строится оно сразу же начинает гореть. Это просто цирк какой-то. Что я могу сказать по этому поводу? Это нереально. Где вы такое видели, чтобы заводы горели буквально каждые полгода и дотла сгорали? Ну дотла сгорали ладно, мы там с вами не успеваем туда приехать. Но чтобы каждые полгода горели предприятия это бред силой кобыл. Так, это у нас что такое? Миттех Фэктори построилась какая-то. Дела идут неплохо. Ну, я думаю, должны неплохо идти. Коммерция у нас с вами валом. Скоро из Низина Бертона спешит на помощь. Спасибо. Спасибо, Мэрон. Так, и я хотел в принципе начать отстраивать вот здесь вот завод по производству процессоров, но для этого нам нужно еще с вами сделать так, но тут мы видим да, проблемки, да, утилизация сплава, склад заполнен, сейчас автомобиль приедет, привезет все, вот тысячу ящиков появится здесь, и он сразу же его все это дело свезет. Так, я что-то там начал говорить о том, что нам нужен завод по производству процессоров, но сначала нам нужно что тут у нас вот такая вот фиговина, торговый порт. Так, компания торговой операции или коммерческий коммерции, отдел коммерции нефтепродукты или коммерции на предприятии металлы или коммерции на предприятии электроника. Чтобы построить предприятие электроники, что нам нужно? Таунхолл торговой операции. Три различных складов, на данный момент два у нас. Купите ресурсы на 72000 и таунхолл. Ну и товарный склад. Тут мы с вами вообще ничего не можем делать, здесь я не хочу, советник. Так, у нас сейчас будет опять фейерверк красивейший. Электроника, вот что нам нужно сделать, чтобы сделать тот самый торговый порт. Произвите 7200 процессоров в день, на данный момент нол. Завод по производству процессоров 160 200 2400 ящика в день делает. Минус 700 в час. Кстати, у нас 3000, то есть мы с вами вылезли, собственно, да, вы видите, вылезли из финансового кризиса. И, как я и говорил, как-то само оно все утряслось, вы видите, да, самое главное не суетиться в нашем деле. Вот тут вот пробочка небольшая и все. Собственно.